...гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии. Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Раухани обсуждали прежде всего положение в северо-западной провинции Идлиб, где последний очаг сопротивления террористов, создание условий для возвращения сирийских беженцев и продвижения политического процесса в самой Сирии. По итогам саммита принято совместное заявление. Из Тегерана. Дмитрий Петров. И на следующий день сбивают наш самолет. Поэтому у нас сегодня антиеврейская программа. Поэтому если вы в субботу ходили в хоральную синагогу, данная программа не для вас. Для всех остальных это вести недели. Сегодня в программе. В России зафиксированы вспышки менингита. А вы не знаете, что у вас, оказывается, в России эпидемия по всей стране разгулялась? Ну, по всей стране сильно сказано, но по значительной ее части. Красный теленок, предвестник апокалипсиса. Первая за 2000 лет красная корова родилась в Израиле. Вот почему у нас сегодня будет антиеврейская программа. Минобороны Российской Федерации, сбившая малазийский Боинг, ракета, которая принадлежала Украине. Расскажу, почему Минобороны не право, когда она утверждает, что именно ракета, которая принадлежала Украине, сбила малазийский Боинг. Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушения на Ил-20 над Средиземным морем. Вы знаете, это не цепь трагических обстоятельств. Это цепь его бездарной политики. Он ничего не смыслит на Ближнем Востоке. ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье. Я бы даже сказал, жаркая схватка в Приморье. Все подробности только у меня. Ну, может и нет, но я хотел это сказать. В Екатеринбурге школьницы отказались продавать Есенина, Маяковского и Бродского. Теперь это авторы для лиц, которые перешли свой 18-летний возраст. А вот пить, курить, трахаться в России можно. И в 16. Столкновение в Кабардино-Балкарии. Этнический конфликт. Я где-то две недели тому назад сказал, что из-за бездарной политики Путина люди начнут ебаться на улице. Вот, началось. Начали, так сказать, ебаться. Перейдем, так, в России зафиксированы вспышки Менингита в Южно-Сахалинске. Несколько десятков оказались в больнице. Зачем эта новость у меня в ленте? Ну, чтобы вот, когда кричит ватники и российская пропаганда, пропаганда ваты, что украинская медицина бездарная и что у нее не осталось медикаментов. Хотя, по признанию украинцев, которые были в России, их родная медицина гораздо наикрашит, как они говорят, то есть лучше, чем российская. В России подобных заголовков я не слышал. Имеется в виду, что я не слышал в России то, что в России самая хорошая медицина. Нигде, кстати говоря, ни на одном информационном ресурсе. Все больше и больше в России заводится уголовных дел за коррупцию и профнепригодность русских врачей. Так что пусть пропагандисты, которые хотят, что в Украине бездарный медперсонал обратит внимание на Южно-Сахалинск, где несколько десятков детей оказались в больнице. Эпидемия менингита дошла уже до уральских год. Врачи говорят, что они не могут справиться с эпидемией, так как менингит может менять свой ДНК и РНК-коды. Параллельно развивается история, что вот американцы на тайной базе, в тайных лабораториях под видом борьбы как раз таки с менингитом, гитом разрабатывают бактериологическое оружие в Грузии, что чистейший бред и ведет только к дискредитации российских ученых в глазах мировой общественности. Ибо вот если бы какая-нибудь лаборатория в Грузии действительно бы разрабатывала какое-нибудь бактериологическое оружие, которое было бы применено против России, то эту самую лабораторию в 2008 году раздолбали бы, разбомбили бы российские ВВС в пух и прах. Но этого они не сделали. А вот что касается военных складов в горе, это они сделали. То есть вот такая объективная цель, что действительно был военный склад в горе, и его разбомбили. А вот секретную лабораторию, где производят химическое, прошу прощения, бактериологическое оружие, почему-то российские ВВС в 2008 году не стали бомбить. Ну а этот бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе просто смешон. Ему захотелось тупо пиара и бабла из Кремля. Кстати, вот так совпадение. Он был еще из тех КГБистов. И он, кстати говоря, совместно со службой внешней разведки России разрабатывали еще в 2006 году до всяких там миротворцев с Хинвали убийство Михаила Саакашвили. И как верить этому человеку? Ответ. Нет. Не надо верить этому человеку. Не надо верить КГБисту Игорю Георгадзе. Возможно, действительно какая-то лаборатория есть в Грузии, но, скорее всего, там не разрабатывают бактериологическое оружие против России, просто потому что иначе бы вся Осетия уж погибала, грубо говоря. А этого не происходит. Почему-то потому что, да, биоружием... А, кстати говоря, биоружием, биоружием занимается и Китай, а там, ну, до Сахалина очень малое расстояние. И Китай из-за своих экспериментов не может решить проблему чистого воздуха в Пекине. Но трогайте говорить про китайские лаборатории и их достижения, такие как отравляющее всех молоко, ядовитые фрукты и овощи, которые, кстати говоря, китайцы растят на наших полях, на российских полях. Так, говорить об этом нельзя. В угоду геополитике Путина. И насрать на детей, пусть и дальше травиться. Если бы у грузин было бы реально биоружие из СРУ, то они бы давно его, ну, я как раз об этом и говорю, испытали в первую очередь на осетин и абхазов. Но этого не было сделано. Значит, и оружия нет. А россияне тем временем обращают внимание на фейки про грузин, просрав эпидемию у себя под носом на Урале и Дальнем Востоке. В прошлой программе я уже говорил, что, захватив силы Донбасс и Крым, Путин начал процедуру апокалипсиса. И вот он, всадник по имени Мор, уже скачет по Уралу и Дальнему Востоку, пожиная все больше и больше жертв. Где вот совпадение не так давно, был Путин на полигоне Цугол и на саммите. Короче говоря, я подозреваю в эпидемии на Урале и на Дальнем Востоке китайские лаборатории. Но никак не грузинские. Идем дальше. Всех взволновала эта новость. В Израиле появился теленок красного цвета. В Израиле родился теленок красного цвета. В одном из израильских институтов начали программу по выращиванию красных телят. Причем ученые, никого не стесняясь, так друг друга и поздравляли. Ура! Мы приблизили конец света. Нормально вообще! Я уже говорил в прошлых видео, что пророчества Ивана Богослова сбываются на наших глазах. Церкви погрязнут в своих разборках, что мы сейчас видим на Украине, на примере РПЦ и УПЦ. Теперь и эта красная корова, как сказано в строке 12-10 книги пророка Данилы, Бог сказал ему... У меня, кстати, одноклассник Данила был. Ёб твою мать! Всё сходится! Капец! Всем! Но я вернусь к своему тексту. Так вот. Бог сказал ему, что после приношения в жертву красной коровы многие будут очищены и облятся. Под очищением понимается какой-то глобальный кризис. Ведь в предыдущий раз красная корова была у Моисея до семи казней египетских. И после того, как он её сажал, ну, то есть принёс в жертву, прошу прощения, тут-то и началось всё то, что мы знаем. Там это побег евреев от египтян, это ещё раньше... Ноя тоже, кстати, была красная корова, да? И чем это всё всемирным затоплением закончилось с Земли? Ну и атомная, конечно же, бомбардировка Содома и Гаморы. Да не удивляйтесь, именно атомная бомбардировка Содома и Гаморы. Просто набираете на ютубе РЕН-ТВ, там Игорь Прокопенко про атомную бомбардировку Содома и Гаморы вам подробно объяснит. Я же буду объяснять конкретно про эту красную корову. А теперь, зачем эти учёные создали этих красных телят, которые приближают всемирный конец времён? Из праздного любопытства и желания быть Богом на Земле? Нет. Дело в том, что в Торе для иудеев Спаситель Иисус Христос ещё не пришёл в наш мир, то есть в их мир. И вот, чтобы воочию увидеть Спасителя, не ждать 70-80 положенных лет, чтобы перейти в другой мир и увидеть Спасителя, они, евреи, учёные, делают всё то, что в крестьянстве запрещено, категорически. Чем вам не мотивация? То есть, в чём мотивация израильских учёных? В том, чтобы досрочно увидеть Бога на Земле. Но если они это сделают, то понятно Второе пришествие, что будет означать правильно конец времён. Ну, для нас, для христиан, это уж точно. И, кстати говоря, в рай, по откровению Иоанна Богослова заберут людей как раз на, ну так я условно скажу, на израильских горах. Ну, то есть, на горах, которые принадлежат Израилю. Которые, кстати говоря, часть этих гор граничит в Сирии, где вот как совпадение по мусульманскому Корану произойдёт последняя война человечества на Земле. Это вот простое совпадение? Не думаю. Давайте теперь посмотрим на ситуацию в Сирии. Сейчас американцы прорабатывают удар по российским базам. Если армия Российской Федерации будет штурмовать Идлиб, куда Турция перебрасывает своих головорезов, в буквальном смысле этого слова, Израиль бомбит позиции иранских войск на юге Сирии, кстати, не только на юге, а лидеры Ирана призывают Россию начать бомбить Израиль, так как Иран верный союзник России на Ближнем Востоке. Сама же Россия прорабатывает удар по авианосцам Соединённых Штатов Америки. Об этом открыто заявил эксперт по Ближнему Востоку Семён Багдасаров. Любая спичка и всё, любой снаряд запущенный, например, иранскими ракетами по Израилю, который Иран вот так совпадение перенёс в Сирию сразу после... ракета, которую Иран перенёс в Сирию сразу же после рождения данной коровы, это, я думаю, цепь неслучайных совпадений. Бойтесь, люди, бойтесь эту красную корову, которую вы сейчас видите на своих экранах. Да вы посмотрите, кто премьер-министр Украины? Какая фамилия? Гройсман! Это ведь при нём Украина распродала ракеты Южмаша Северной Кореи, способные нести ядерное боеголовки, ядерное оружие. Посмотрите на США. Кем окружён Дональд Трамп? Какие у него главные советники? А? Майкл Коэн! Коэн ключевое слово! Адвокат! Изяечь его дочери Джарард Кушнер! Кушнер! Я думаю, так неспроста. Кто сейчас главный, кто вообще из оставшихся союзников США? Израиль! Тоже простое совпадение, а? Кто премьер-министр России, который сейчас начал... Один из авторов очень непопулярной пенсионной реформы в России? Медведев. А какая у него настоящая фамилия? Медведев. С кем постоянно встречается Путин? Путин с двумя евреями. Даже картинка есть. Погуглите в Яндексе. Я думаю, это неспроста. Зачем Россия в Сирии? Уничтожать террористов ИГИЛ? Террористы ИГИЛ в первую очередь, кроме Асада, угрожали кому? Правильно! Израилю! И, кстати, Россия вмешалась в сирийский конфликт только тогда, когда вот так совпадение ИГИЛ взяла под контроль юг Сирии. И вышла, таким образом, на север Израиля. Мы видим, что Россия проводит про-израильскую политику. И, кстати говоря, на этой неделе она поплатилась за это. Но всему свое время продолжаем вот эту цепь совпадений. И все ради чего? Чтобы евреи увидели Бога на земле, но и для обращенных в другие религии, это сулит погибель. Евреи совсем охренели в раз. Евреи, видно, думают, что благодаря приближению апокалипсиса через этих самых выращиваний красных телят из Торы, они остаются единственным народом на земле и будут править по теории золотого миллиарда нашей планеты. У меня других объяснений факту рождения красного теленка нет. Нет, апокалипсис начнется сразу после того, как этих красных телят израильские ученые принесут в шерфтву. То есть, бойтесь, бойтесь, бойтесь их. Ибо это все совпадения, которые я перечислил сейчас, это, конечно же, не просто совпадения. Вот мы видим эту корову. Так, ну, еще что-то скажу. То, что такая вот фраза емкая, но сразу извиняюсь за нее, но тем не менее, у меня закрадывается мысль, а может быть правильно Гитлер их сжигал в печах. Но это еще раз, еще раз. Извините меня за такую мысль, она слишком уж скабрезная, но все-таки такая мысль почему-то после этой новости пришла в мою голову. Давайте дальше. Минобороны Российской Федерации. Сбившая малазийский Боинг, ракета принадлежала Украине. Ну, кто бы сомневался, Украина будет говорить, что это российская ракета, Россия будет говорить, что это украинская ракета. Но сейчас мы разбираем данный доклад Министерства обороны Российской Федерации. И так, как утверждает Министерство обороны Российской Федерации, ракета действительно была произведена на территории современной Российской Федерации в городе Долгопрудном в 1986 году. А в 1986 году боя-бать начала профессиональную деятельность учителя начальных классов. Я думаю, это неспростое совпадение. Слишком много в этой программе непростых совпадений. Ну, так вот, эта ракета была произведена в 1986 году. В декабре она отправлена была в Украину, в Тернопольскую область, а конкретно в 223-й зенитно-ракетный полк, полк, который сейчас находится в городе Стры, Львовской области. Со слов Министерства обороны Российской Федерации, данный полк принимал активное участие в так называемой антитеррористической операции с 2014 по 2015 года. Кроме того, как утверждает Министерство обороны Российской Федерации, доказательство Украины, что это был бук сепаратистов, переданной России, из которого стреляли по Бонгу, был нарисован на компет, так как видеозапись про то, как бук транспортирует в поселок Краснодон, который на тот момент контролировали российские войска, и приспешники сепаратистов на Донбассе, была сделана без учетов законов физики, и якобы там как-то неровно падла солнечная тень, и тень от дерева на КАМАЗ с буком. Ну, а самое главное, Министерство обороны Российской Федерации предоставило «железное доказательство» в кавычках, в причастности Украины, это аудиозапись между двумя офицерами ВСУ, которые говорят на учениях, что если будут действовать точно так же, как в 2014 году, собьем еще один Боинг. Развенчивание фейков Российского Министерства обороны, я как раз-таки начну с последнего факта, с этой самой аудиозаписи. Вот когда демонстрироваются реальные, а не фейковые доказательства виды той или иной страды, не говорятся там «два офицера ВСУ», а называется пофамильно, чей был разговор, с кем был разговор, какие у них звания, какие у них доности, во сколько был разговор. Они так вот скрываются на отчете бедистерства обороны, под какие-то офицеры в ВСУ не скрываются, на отчете бедистерства обороны, под черными никами, и они не титруются, просто названиями какой-то там офицер ВСУ. То есть обязательно фотографии офицера ВСУ, где служил, с кем вел переговоры и так. Но этого было не было, просто была сделана аудиозапись, на которой говорится «Да мы это сделали мы, да мы, да мы, да мы Украина, только тш-тш-тш-тш». Да это доказательство курам насмех. Ясное дело, что если Министерство обороны Российской Федерации как-то перехватило разговоры офицеров ВСУ на учение, то Министерство обороны Российской Федерации должно было сдать и установить, кто именно так и в таком ключе говорит ВСУ. А тут представитель БО РФ говорит абстракто, что каких-то там два офицера ВСУ, каких именно Министерство обороны, почему-то не говорит. Хотя ясно, если средствами радиотехнической разведки Главное управление Министерства обороны сумело перехватить разговор, то значит смогли установить и фигурантов данного разговора. Простое ФИО должно было фигурировать в этом отчете про сбитую ракету Боинга. Но простые ФИО военнослужащих Украины в этом отчете не фигурируют. Хотя вроде бы средствами радиотехнической разведки Министерство обороны взломало, перехватило переговоры ВСУ. То есть нас Министерство обороны Российской Федерации держат за абсолютных лохов, которые ничего не понимают в доказательной базе. Но мы же с вами не такие. Причем обратите внимание, сами же украинцы высмеивают свое СБУ и свое ВСУ, когда они в точно таком же, абсолютно точно таком же ключе выделяют, отчитываются и дают запись переговора сепаратистов. То есть та же стилистика. Такой же люди, скрытые за черными никами. Говорится, какой там условный сепаратист. И дальше там, это по приказу Москвы мы начали обращение на Украине. То есть стилистика точно такая же, из чего можно сделать вывод, что данная аудиозапись, которую предоставило Министерство обороны Российской Федерации, полная туфта. Ее подделать 2-3 минуты. Разговор непременно ведется... А, кстати говоря, обратите внимание, да, ну, конечно же, все украинские офицеры ведут разговоры с русским матом. Ну, естественно. И когда указываются стороны радиоперехвата, они почему-то их фотографии... А, кстати, да, офицеры ВСУ, офицеров ВСУ Министерства обороны Российской Федерации и их фотографии не показывают. У меня возникает вопрос, почему? Покажите, если вы считаете реально, что это сбила Украина. Покажите, наконец-таки, фотографии тех, кто сбивал Боинг. А, нет. Вы не показываете. Значит, вы те еще фейкометы, а не Министерство обороны Российской Федерации. И никто не разыскивает, в каком месте, вплоть до номера дома, вплоть до минуты и секунды, был сделан разговор. До недавнего времени этими фейками нас кормило, кстати говоря, правительство Украины. Но, видно, тяжело с воображением у Кремля, и Кремль решил ответить фейками на фейк. В абсолютно таком же стилистическом ключе, как и отчеты СБУ и ВСУ про сепаратистов на Донбассе. Еще одно доказательство фейковости отчета Министерства обороны Российской Федерации, это то, что у Кремля до этого была другая версия, это то, что Боинг был сбит Су-25 украинскими ВВС. Летчиком Волошиным! Летчиком за летчиком! Даже проводили испытания Бука в России, где доказывалось, что если Боинг был бы сбит Буком, то самолет упал бы несколько по-другому, под другим углом. А тот, кто меняет свои показания, тот, значит, причастен к преступлению. Это негласное правило у следователей, да? А, тот, кто меняет свои показания, тот дважды подозрителен. А, значит, руки Москвы были все-таки замешаны, вот в этом самом деле сбитого малазийского Боинга на Украине. Самый, ну, прям фейк-фейк, это когда Коношенков начал наносить на ракету на мониторе бортномера, вот сейчас вы видите их на своих экранах, которые, собственно, и принадлежали 223-му полку ПВО ВСУ. У меня возник вопрос, а почему Коношенков уверен, что мы поверим, что это те самые номера от того самого Бука? Ведь в отчете Министерства обороны просто графикой нанесен номер ракеты на нарисованную же ракету. Да, тут есть фотография отчета, но вот вы обратите внимание, что, смотрите, Коношенков наносит графикой номера ракет, да, да, а тут вот эта самая реальная болванка от ракеты, которая валялась в поле Донбасса, но номера тут нет, хотя бы просто одного номера нет. То есть просто на эту ракету может быть абсолютно нанесен абсолютно любой номер, ну, например, 993127288, 299B7, например, или 0001, или 007723510, почему никто не объясняет в Министерстве обороны, что вот эти вот самые номера реально принадлежат вот этой самой болванке от ракет. Таких доказательств Министерство обороны не опубликовано. У меня опять-таки вопрос, почему слишком много вопросов к Министерству обороны Российской Федерации у меня возникли на этой неделе из-за их фейкового отчета. Почему фейкового? Потому что когда возникает много вопросов, значит, мы не доработали до конца. Значит, есть доля лукавства в их отчете. И вот эту самую долю лукавства мы как раз с вами и сейчас и разбираем. Третья несостыковка версии Министерства обороны Российской Федерации, что это ВСУ сбило Боин. Это вот то, что Министерство обороны Российской Федерации признало, что ракета, произведенная в Долгопрудном в 1986 году, напомню, что полгода назад Билли Кэт опубликовала свое расследование, в котором они говорили, что ракета произведена в Долгопрудном в 1986 году. Но с той лишь разницей, что со слов Биллингета ракета принадлежала 33-й бригаде ПВО Подмосковья. То есть, Министерство обороны Российской Федерации взяли данные у Биллингета, но просто переделали последний факт. То есть, то, что ракета была произведена реально в Долгопрудном, но вот она принадлежит якобы 223-й бригаде тернопольских противовоздушных сил. Да? То есть, если бы вот следуем логически, если бы Биллингет не опубликовал бы свой отчет, то отчет Министерства обороны, а ведь Россия всегда так действовала, она всегда не первыми оправдывалась. Ее сначала обвиняли, ее обвиняли, блин, да что ж такое, ее сначала обвиняли в чем-то, а потом она оправдывалась, но если бы отчета Биллингета не было бы, то не был бы отчет Министерства обороны Российской Федерации, из чего я делаю вполне логический вывод. И, кстати говоря, версия бы пролетчика Волошина осталась бы правдивой со слов Министерства обороны Российской Федерации. То есть нужен был какой-то отчет, который должен был ответить на отчет Биллингета. Вот. Но извините, это не доказательная база, это вы просто как бы наносите ответный удар в информационной войне. А с чего я вам должен извиняюсь, с чего я должен верить, Министерству обороны. Ведь у Украины точно такие же доказательства стоили с разницей, убили кета, стоили с разницей, что ракета принадлежала российским средствам ПВО. Все непродоподобно в этом отчете. Марина Захарова не так давно, за три дня до отчета Министерства обороны Российской Федерации назвала Бенкет, который назвала Бенкет конторой бельгийских спецслужб. Что в принципе может являться правдой, но тогда выходит, что бельгийские спецслужбы активно копали в Российской Федерации и докопались до правды, а этот отчет Министерства обороны призван сбить, перебить доказательства бельгийских спецслужб о причастности России к сбитию Боинга. Ну и самое интересное, никто в Министерстве обороны так и не ответил, а как так получилось у ополчения сбивать украинские военно-транспортные самолеты, если они со слов одного из ополченцев ЛНР были вооружены иглами и РПГ, которые сбивали украинские самолеты, лишь если они залетали ниже 400 метров над землей, а военно-транспортные самолеты ополченцы сбивали на высоте от внимания 500 метров и выше, а простыми иглами, простыми РПГ военно-транспортные самолеты Украины не не собьешь таким образом, значит были буки, значит у сепаров были буки, откуда у сепаров могли бы быть буки, а Коношенков от вас, от вас, от третьей бригады противовоздушной обороны Российской Федерации, которая базируется в Подмосковье, больше ни больше ни откуда. Я также напомню, что действительно на тот момент полоса в Донецком аэропорту, на момент, когда сбили Боинг, она не была разбомбленная, то есть она могла принимать самолеты, что украинцы, ну, по дурости, конечно же, их генерального штаба, и пытались, то есть они пытались посадить самолеты с десантниками на борту, но их ополчение утюжило очень сильно, но внимание утюжило на высотах более 400 метров, а? То есть просто сбивали нахрен буками, которых нет, которых, которых, со слов Министерства обороны Российской Федерации, графисты СБУ нарисовали, вот весь этот отчет фейковый, он создан для того, чтобы отвлечь внимание от дела Скрипалей, и чтобы отпровергнуть версию Биллингкет, а не для объективного расследования со стороны Российской Федерации, я надеюсь, что Украина все-таки предъявит своих диспетчеров, которые в это время у них была рабочая смена, и они скажут, что зафиксировали активность ПВО в небе над Донбассом, ну а ПВО сами знаете, кому принадлежит. Идем дальше. Вторник. Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушения Ил-2 над Средиземным морем. Президент выразил соболезнования родным погибших российским военным. Вот как теперь у нас называются удары по российским самолетам. Цепь трагических обстоятельств. Итак, в понедельник в 22.00 по Москве четыре истребителя Израиля наносили удар по объектам сирийской армии в провинции Латакия. В буквально нескольких метрах от российской военной базы, которую со слов Кремля они хорошо контролируют. по данным МОСАДА там находились иранские вооруженные формирования. Они попали самолеты Израиля попали под удар сирийских ПВО. И чтобы уйти из-под удара ракет израильские самолеты прикрылись нашими самолетами Ил-20 который нашим самолетом Ил-20 который вел авиаразведку политских боевиков в Идлибе. В результате чего сирийская ракета советского производства попала по российскому самолету. Погибло 15 наших людей. Не так. Погибло лучших 15 наших людей. Элита радиотехнической разведки вооруженно-космических сил Российской Федерации. Теперь если американцы будут наносить удары по суду и земли и по нашим базам мы не сможем эффективно ответить. Просто потому что элита разведки ВКС была уничтожена своими же ракетами. В понедельник 17 сентября в Бирюльке с Кремлем в Сирии никто не играет. Наоборот именно в Сирии абсолютно все стороны разводят Москву. А Путин рад и обманываться. Он ряд посылать свои войска не понимая куда и зачем лишь бы его рейтинг увеличился в размерах. А на жертву ему откровенно начхать наплевать. Просто потому что он а да еще Путин в арабах и в их врагах иудеях ничего не понимает. Это доказывает тот факт когда с ним встречался Эрдоган за левую руку. Кстати говоря с ним постоянно Эрдоган встречается именно за левую руку. Наш-то тиран думает что это нормальное мужское рукопожатие. А в исламе так здоровается с шавками с прислугами. Путин не мог об этом Путин должен об этом знать. Турция нас держит как за своих колопов и не более того. Как известно в СВР КГБ в СВР КГБ ну на тот момент когда еще СВР принадлежала КГБ Путин занимался европейским направлением. То что евреи сбили именно элиту наших войск говорит тот факт что он действовал без прикрытия наших истребителей. которыми кстати Путин обещал прикрывать каждый военный самолет. То есть Путин обещал что наши истребители будут прикрывать каждый наш самолет в Сирии. И что прикрывали мать их? Нет! Значит он кто? У него! Потому что он врет. Почему наши разведательные самолеты они обычно летают без прикрытия на то не расследовательные а не бомбоштурмовые но тем не менее почему этот самолет наши же не прикрыли? Почему Израиль нас оповестил только за минуту до начала своей военной операции? Послушайте ну он же вторгся в территориальные воды Сирии и не сирийские эти самые доловорезы должны их сбивать а даже сбивать мы потому что у нас лучшая система чем у сирийцев там но нет нет сирийское небо это решето для всех Кремль ни хрена не контролирует там вообще ничего даже свои базы он не может защитить нормально посмотрите посмотрите на севере Сирии турецкие войска на юге Сирии израильские войска как мы уже сегодня говорили приближают конец света так на на востоке американские войска которые пришли из Ирака теперь для примера Ливия 2010 год перед бомбардировками Каддафи Запад объявляет о беспилотной зоне в Ливии то есть каждому самолету нельзя там будет летать ну кроме как бомбо-штурмовым Запада а иначе они будут сбиты а мы так не делаем а у меня возникает вопрос сколько еще будут гибнуть людей из-за вообще непонятной для рассыпания это война в Сирии армия должна конечно же безусловно защищать свой народ но она также должна понимать что от кого и от чего она защищает а что мы делаем в Сирии от кого армия Российской Федерации нас защищает в Сирии от террористов но ведь террористами должно заниматься не министерство обороны должно заниматься ФСБ а если террорист проводит террористический акт по отношению к другому государству а не к нашему то в нашей нашей юриспруденции он не должен считаться за террористом до тех пор пока у нас что-нибудь не вытворит такое или не попытается вытворить в нашей стране а игиловцы ничего в нашей стране не творили до момента вмешательства Российской Федерации в Сирии и вот неужели этот Кремль не понимает а посмотрите посмотрите те же самые ошибки что были и в Афгане посмотрите ведь в Афгане СССР кто бы там что ни говорил не контролировал границу с Пакистаном вообще то есть в Великой Армии Советского Союза граница с Пакистаном под контроль не была взята и что мы получили мы получили трупы мы получили черные тюльпаны из-за непродуманности решений политбюро а сейчас Путина 15 человек 15 лучших людей погибли из-за этого не буду я материться в Кремле совсем давно ебан тоже не буду материться кто хочет бомбит нас кто хочет а мы что мы говорим они помидорами не отделываются вы знаете справедливости ради я думаю по голландским высоткам надо было бы нанести удал потом сказать ну дескать извините ракеты не в ту сторону пошли возможно это будет неправильно но это будет справедливо и постоянно должны вестись дискуссии в прям тайм не обсуждать там а что творится у хохлов а что творится у хохлов а должны разъясняться населению какие задачи Россия решает в Сирии посредством войны с террористами потому что я так подозреваю что российские войска там не для того чтобы бороться с террористами а для того чтобы повышать рейтинги Путину и больше российские войска там незачем это не наша война надо побыстрее сворачиваться и уходить ну Путин кстати 5 раз обещал уходить не ушли ну понятно что он забрался это ясное дело но все таки надо уходить почему потому что чтобы не превращать чтобы 15 человек не превращать в 150 тысяч человек а сейчас что сейчас американцы сказали ясно и открыто что в случае наступления на Итлиб они будут бомбить российские позиции в Сирии то есть американцы вполне могут превратить вот это вот самых 15 жертв авианалета Израиля в 150 тысяч жертв авианалета правда уже наверное не Израиля но тем не менее и вот это вообще значит Сирия это осиное гнездо там несколько вооруженных банд вооруженных армий находятся они воюют с друг другом а вот вы когда идете там по лесу вы суетте руку в осиное гнездо нет потому что вы здравомыслящий человек а Путин здравомыслящий человек давно уж нет давно уж нет и власти развращают власти развращают до такой степени что не видно вот не прослеживается взаимосвязей да Путин решил действовать как как США то есть он решил наносить авиаудары но вы знаете такая стратегия американцам не всегда как бы приносила успех даже Ливия об этом свидетельствует а тут мы повторяем их же ошибки мы Россия повторяем их же ошибки американский вопрос зачем ну вы придумаете уже так ладно хорошо хорошо допустим боевики в Сирии как-то угрожали национальной безопасности Российской Федерации ну так не повторяйте афганских ошибок бомбите их со своей территории со своей России почему просто потому что если кольцо в Латакии сожмется если там Турция как-то договорится с США и с Израилем то они смогут они реально смогут вышвырнуть нас в море а Путин опять проглотит это и и вообще вот эти авиабазы Хмимим и Латак ну опять-таки ошибки же афганской афганской войны когда там были в Фергане по-моему я точно не помню авиабазы да и что делали душманы на взлете на подлете наших самолетов их сбивали почему-то никто не бомбил талибов с наших бас ну например в Таджикистане с авиабазы или же в самой России нет из-за экономии я понимаю да экономия топлива но твою мать что для нас важнее экономия топлива или экономия человеческих жизней мне кажется второй это важнее а для Путина нет для Путина главное пиар вот он вот он Володя зачем зачем ты влез в это осиное гнездо в Сирии тебя там не ждали тебя там будут твоих военнослужащих будут сильно прессовать сильно и жестко вплоть до того чтобы выкинут тебя в Средиземное ну не тебя выкинут а твоих военных в море а так и будет а так и будет пока пусть даже не замаскированный под нашу неудачу какую-нибудь именно военную ответку не там не будем запрещать какие-то там израильские помидоры а вот именно военную ответку не дадим Израилю тут еще момент что Израилю угрожали иранские вооруженные формирования в Сирии но дело в том что все так да как бы и не так потому что ну ведь иранские вооруженные формирования в Сирии не угрожают Израилю они не бомбят израильские позиции а Израиль бомбит иранские формирования в Сирии мне кажется вот об этом надо и поговорить я думаю нормально бы политик ну хоть как-то я понимаю что это сделать очень сложно я понимаю что в иранской конституции записано то что Израиль должен быть уничтожен ну хоть как-то можно было бы договорить о том что вот Иран в Сирии гарантирует не бомбить Израиль и никак ему не препятствовать а в ответ на это Израиль не наносит авиаудары по иранским формированиям в Сирии зачем зачем это выгодно Кремлю а просто потому чтобы не гибли наши люди там наши военные советники но у Кремля это не получается отчасти именно поэтому бегут союзники Кремля к США в общем как всегда Путин обещает и обещает свою да не сдерживает Пикант в той ситуации добавляет тот факт что сбили а наш да вот что сбили наш самолет сразу после встречи Путина с Эрдоганом и их сделки по Идлипу то есть тем самым в очередной раз Кремль показал свое бездействие он встречается с Эрдоганом там кстати говоря тут сам факт отмены бомбежки Идлипа сначала Путин говорит надо бомбить террористов в Идлибе надо 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 но потом Дональд Трамп заявляет что если вы будете бомбить террористов в Идлибе мы их херанем подамагавками по вашем базе и сразу ой давайте договоримся с Эрдоганом давайте договоримся с Эрдоганом Волочка ну понятно всему миру какая армия номер 1 а какая армия номер а какая армия цикло потому что потому что если уж ты говоришь что надо бомбить Идлиб то уж делай а не так вот сначала ой америкозы сказали не надо бомбить ну хорошо давайте не будем бомбить ну и кстати говоря ну тут тоже есть такой нюанс что Башар Асад Башар Асад то есть там израильские ОВС на них конечно же самая львиная доля вины за сбитый наш самолет но сирийские ПВО тоже нашкодили они хотели сбивать израильские самолеты но попали по нашему турбовинтовому самолету машина кстати говоря прекрасная прекрасная да турбовинтовые самолеты они конечно же шумят но они надежны в плане управления и кстати говоря понадежнее чем любой реактивный самолет это факт ну да они по скорости им уступают но по надежности я даже сказал превосходят ну так вот значит сирийская ракета сбивает наш самолет а то что тут говорили почему не установлены системы свой чужой но я вам вынужден открыть военную тайну что на самолетах разведки никогда не устанавливается система свой чужой просто потому что это самолеты разведки если они будут там слать сигналы из этого самолета что это свой-свой то другие то радиоэлокационная система противника этот сигнал засекут и таким образом они смогут обнарушить разведательный самолет в том месте в котором он находится поэтому разведательные самолеты никогда да это большой риск но тем не менее никогда ни россия не устанавливает систему опознавания свой-чужой просто потому что это разведывательные самолеты они должны быть скрыты от противника любыми способами и тут так вот так вот получилось что далее как всегда Россия распродала оружие по всему свету и потом из этого оружия шмальнули по нам кстати то же самое сделала Америка перед 2001 годом распродала оружие Аль-Каиде потом Усам Бен Ланден взял и организовал теракт против Америки в этих самых башнях близнецах когда два самолета херанули по зданию ошибки то не ошибки чтобы их не повторять а Путин повторяет причем даже не только свои ошибки ошибки своего государства но и ошибки чужих государств вот это вообще за гранью понимания добра и зла ну и опять таки пошли гробы в Москву да и я еще прошу внимания то что Израиль заявил что во всем этом виноват режим Асада в том что спит 15 наших человек ну я уже говорил что что отчасти действительно виноват режим Асада но я обращаю внимание на сам факт заявления израильских военных что виноват вот это слово режим Асада когда говорят слово режим это означает что враждебное государство чьи чиновники сказали это слово относится к тому государству по отношению к которому было упомянуто слово режим а Путин нам нам втирает что Нетаньяху относится к России дружелюбно а как Нетаньяху может относиться к России дружелюбно если он называет режим нашего союзника на Ближнем Востоке словом режим по-моему Нетаньяху опять-таки как и Эрдоган разводит Путина абсолютно разводит Путина и у нас действительно нет действительно там осиное гнездо на Ближнем Востоке действительно у нас союзников мало чисто теоретически могло бы быть курды ведь лидеры курдов воспитывались получали образование в МГУ еще при советской власти но курдам помогают американцы да они а все для чего потому что курды курды охраняют нефтяные поля да да и российское государство вынуждено их убивать назову еще своими словами чтобы эти нефтяные поля принадлежали а суду ну то есть читая путину это абсолютно подлость абсолютно подлость с нашей стороны и поэтому Россию не любят на Ближнем Востоке вот смотрите Сирия нам друг друг Иран друг нам да и Израиль вроде бы нам друг но при этом Израиль наносит удар по нашим друзьям иранцам в Сирии и по самой Сирии при этом у евреев нет никаких доказательств того что иранцы в Сирии хоть как-то угрожали израильским городам пора уже наконец-таки вдавить по голландским высоткам но Володьке сделать это не может да кстати говоря ведь Володьке не может военную да вообще любую ответку Израилю почему если он пойдет в ответ то за Израиль неизбежно вступится в США я уже говорил да помните мы будем штурмовать Идлиб если вы будете штурмовать Идлиб то мы херанем по вашей базе в Латакии ой американцы заявляют Путин ой мы не будем штурмовать позиции террористов в Идлибе давайте договариваться то есть он в который раз проявил свою слабость по отношению как к Турции так к Израилю ну и конечно же к Соединенным Штатам Америки и тогда но если все таки Путин решит на ответку боюсь ну да я уже говорил что они скинут в море так будет уже да так вот ну и кстати говоря сирийцы прекрасно видят что это самолет российских вооруженных сил все равно решили вдарить по нашему самолету то есть вот мы им помогаем мы их обучаем мы их вооружаем а потом они фигачат из ракет по нам Россия полностью повторила да я уже говорил про это ошибки США Путин получил позор и получит еще большую войну в Сирии просто потому что когда идешь пуля сюда не надо как раз таки в осиновое гнездо входить это все ошибки ошибки как воен военных так и политиков России надо объявить беспилотную зону в Сирии но я думаю что даже в этом случае будут летать как израильские ВКС хотя в ВКС как израильские ВВС так и американские ВВС в Сирии ну просто потому что у них технологии гораздо лучше чем у этого чувака что надоело эта тема давайте дальше дальше перейдем ЦИК РФ рекомендовал признать недействительными выборы в Приморье мы возвращаемся к теме региональных выборов 9 сентября самая жаркая борьба случилась в Приморском крае когда кандидат от ядра в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обошел своего соперника коммуниста Андрея Ищенко лишь на полтора процента причем после обработки 97 процентов бюллетеней лидеровал коммунист Андрей Ищенко отрыв составлял 4 процента но потом пришли люди из регионального МЧС на территорию избирательных комиссий и устроили тревогу устроили учения противопожарной безопасности прямо на территориальных избирательных участковых комиссий начали заливать все пеной из бронзбойдов учения учения в восточном округе затем на 3 часа в Приморье зависла система газвыборы было объявлено что на 2 процента опередил кандидат от партии власти своего оппонента от КПРФ ясно дело что в этот момент как раз таки проходили вбросы со стороны единороссовского кандидата Тарасенко потому что он являлся в Рио губернатором Приморского края и обладал административным ресурсом в отличие от коммуниста Ищенко коммунисты не могут в регионе где они не правят вызывать МЧС на избирательной участке я уж не говорю про хакерские атаки на систему газвыборы это может сделать только партия власти таким образом выходит что в реальных выборах в честных выборах в Приморье победил именно коммунист Ищенко а не единороссовский кандидат Тарасенко но результат хоть и подтасованный и Тарасенко уже был готов руководить краем как двух сначала жителей края а Приморский край в силу своей отдаленности от федерального центра сводолюбивый край там невозможно держать людей в рабстве единой России там невозможно держать людей за рабов да я сейчас не про граждан соседний с ней соседнего с приморским краем КНДР и Китай я сейчас про российских граждан в Приморье почему их невозможно держать за рабов ну просто потому что они если их будут там держать за рабов они просто съедут в Японию в Китай ну или на худой конец переберутся на Сахалин так и там живет свобода мыслящие и неподконтрольное Кремлю население там кстати говоря меньше всех в Российской Федерации госчиновников госслужащих и просто людей которые живут за счет государства они в первую очередь работают на себя а не на российское государство то есть они в первую очередь работают на себя а не на кооператив озера и вот эти люди массово вышли против единороссовского кандидата в Приморье против подтасовки на избирательных участвах и эта история дошла до Кремля и вовсе не из-за многотысячных акций протеста Кремля начхать на протест ведь главное в тоталитарной системе то что кандидат от власти не просто должен победить на выборах а победить не с тремя с четырьмя процентами а с с минимум десятью процентами чтобы был отрыв от конкурентов существенен этого достигнуто было не было этого достигнуть не удалось даже если бы Тарасенко честно победил он не справился с поставленной задачей и тут председатель ЦИК Элла Панфилова рекомендует отведить выборы краевой комиссии и даже Единая Россия снимает с выборов своего кандидата Тарасенко и назначают перевыборы на основании того что ЦИК не может пересчитать все голоса в Приморье со слов Панфиловой кстати эти слова были сказаны после то есть со слов Панфиловой нельзя в Приморье пересчитать голоса и кстати говоря она это сказала она сделала заявление сразу после визита в Приморье Путина на завод Звезда где люди пожаловались Путину на обман по поводу зарплат со стороны начальника отдела кадров я думаю последний факт был решающим фактором в деле отмены выборов Приморье а вот насчет делов по поводу по поводу фальсификации выборов я пока что не уверен я думаю это возможно я думаю это не будет сделано не будут заведены уголовные дела против фальсификации выборов а если будут то против коммунистов против коммунистов а не против единороссовского Тарасенко ибо местные власти должно быть какой-то а ну а не наоборот то есть я допускаю что завести дела по поводу фальсификации возможно думаю что местные власти будет какое-то наказание от Кремля но я не думаю что это будут уголовные дела наверное все отделаются административным административными штрафами а вот если будут уголовные дела то против коммунистов против людей которые поддержали Ищенко впрочем это пока что мое предположение а почему вообще коммунист Ищенко наверное победил по честному что называется а потому что любого кандидата от партии власти в регионах бьет по их рейтингу непопулярная пенсионная реформа и наоборот те кто против нее рейтинг у простых россиян поднимают поэтому в непростой ситуации кремль решил поиграть в украину образца 2014 года да да благодаря приморью мы стали украиной фактически и назначить третий тор тем самым признав что россия все больше и больше становится укра завищущей страной кремль все больше и больше укра не зи уют как бы кому не хотелось путин песков все начальники ни дня не могут прожить без а что там творится в Киеве либо без подходов Киева к той или иной проблеме вот так и здесь назначили третий тор бур благодаря приморью россия стала украиной да фактически и кстати говоря да как приморский край слов долюбивый там вполне могут вновь эти самые приморские партизаны появиться которые я напомню расстреливали местных ментов я не считаю их деятельность благом для народа я считаю что они террористы и они заслуженно несут наказание в тюрьме безусловно но я думаю что не надо расстреливать там бинтов дпс надо идти в краевую администрацию и там всех чикать вот там вот это действительно деятельность приморских партизан в этом плане я одобряю а вот херачить по ментам по дпс винтикам системы ну мне кажется вот это как-то потеррористически и они несут за это вполне заслушанное наказание идем дальше ну вот так вот кстати говоря впервые за очень долгое время реально назначили перевыборы а все почему потому что коммунисты победили там потому что в Единой России не ожидали такой конкуренции в Екатеринбурге школьницы отказались продавать Есенина Маяковского и Бродского теперь это авторы 18 плюс то есть чтение полностью закрытое для детей сейчас многие в шоке пребывают так так как ведь совсем недавно на уроке литература проходили творчество этих поэтов а многие как и меня учителя заставляли наизусть учить эти стихи как так 18 плюс а вот так это еще раз это еще при мне в школе началось когда уроки литературы замещались уроками русского языка просто потому что русский язык обязательный для всех ДИГ она литература никакому вузу не нужна да есть в ГИКе и ГИТИСы но туда без блата попасть практически нереально ну где нужна литература парадокс стоит в том данной новости что Есенин Маяковский включена в школьную программу их еще никто не исключал из нее но в магазинах на их книгах ставит маркировка 18 плюс я вообще удивляюсь что в современных российских реалиях старшеклассница не пьет не курит не трахается а читает стихи и ищет их в магазинах причем не просто стихи а золотой стандарт золотой фонд русской литературы я думаю девушка достойна всяческих аплодисментов и похвалы с моей стороны эту девушку надо всячески поощрять конечно же не деньгами но деньгами тоже ладно а в первую очередь хорошей русской литературой ну и зарубежной тоже но вот она приходит в магазин и отказывает в хороших в хороших русских книгах потому что 18 плюс вот спать с мальчиками ей государство разрешает в 16 плюс а читать умные книги только 18 плюс абсурд казалось бы но нет это целенаправленная политика нашей власти по оболваниванию нашего народа властьям России выгодно держать вас за лохов и опускать вас до сорстерного до мусорного уровня это целенаправленная политика нашего государства посмотрите на наше ТВ сначала были шутки ниже пояса и шутки про секс в массовом порядке на ТВ а когда они надоели то их стали замещать разговорами а давай поговорим что там на Украине творится по 150 часов 360 дней в году то есть идет реальное оболванивание доселения ведь шутку про секс еще надо придумать ее надо там разыграть сцентку а про Украину ну что досубались там эксперты Кремля кому-то проплатили кому-то нет ну и давай и давай говоришь вот Кремль прав Порошенко не прав Трамп не прав Кремль прав ла-ла-ла бла-ла-ла ну я правда люблю такие программы если честно но ведь я и занимаюсь политикой а простым домохозяйкам надо покажут что-то умное что-то действительно которое развивает их кругозор например какие-то факты в мире например достопримечательности в России нет собираются люди в прайм тайм и давай обсуждать по 150 часов передачи на нашем ТВ сейчас абсолютно не нужно и лучше бы действительно рассказывали про Бродского Маяковского других писателей нет 18 плюс вы что это порнуха конечно это порнуха про писателей рассказывают естественно ну почему я про ТВ заговорил потому что это как бы витрина того что сейчас происходит в школе запрещаются такие предветы как черти чисто писания риторика и т.д. кстати говоря у меня была у меня была этика так как готовить так как школьников сейчас готовят не к жизни а к ЕГ и к тому чтобы они верили российской пропаганде и все ведь правильно ведь правильно же сказал Керман Греф России нужен потребитель а не мыслитель а вот я считаю что России нужен думающий человек а не идиот который там ушляется по по шадам по кэфси по макдональдсам лишь бы пожрать лишь бы развлечь но ребят ведь именно таких людей наша власть и воспитывает запрещая умную пусть не всегда как бы соответствующую возрасту литературу для наших детей я рад что еще остались такие люди и не возрасте 80 плюс что читают книги и стихи сам читаю правда к сожалению не книги на них времени нет аудиокниги последний раз прочитал таким способом роман Ежа Тумановского в петле он мне не понравился он мне на любителя но тем не менее галочку себе то что я читаю поставил действительно мне нравятся такие романы как фантастика НЛО про Чернобыль могу порекомендовать аффект от Чернобыля могу порекомендовать очень уж понравился дом на болоте понравился у Ежа Тумановского клык роман вот видите я читаю значит я человек думающий а не фуфло который вот мне пишете постоянно под комментариями что я фуфло нет я читаю умные книги про Чернобыль и про сталкер и девочка тоже интересуется литература и читаю там про Бродского Маяковского и других писателей но ядро запрещает ядро ее морально насилует ядро говорит да лучше бы она дом 2 смотрела чем читала умные книги а я считаю что так не должно быть в нашем государстве так у нас осталась еще последняя тема на сегодня это столкновение в Кабардино-Балкарии не знаю может ситуация дойдет до этноцита столкновение в Кабардино-Балкарии из-за споров о праздновании исторические битвы и так с чего все началось был для кого-то праздник а для кого-то нет трехсот десятилетия победы кабардинцев в Канжальской битве битве напомнит что это ночная битва 1708 года в ходе которой черка черкесы под предводительством князя Курго Атжукена нанесли поражение войскам крымского хана Коплан-Гирия 30 конных всадников из черкесской организации Илуэй-Хосе совершили восхождение на гору Канжаль однако кабардинцам не дали проехать на гору через балкарские села Кедельен балкарцы уверены что поход на гору Канжаль является для них унизительным руководитель всадников я о этим напоминаю что в России сейчас официально до 21 век ну так вот руководитель всадников Ибрагем Ярг Ноев зная о настроении в селе зная о том что балкарцы продвигают в России свою коварную идеологию турец турецкого владычества турецкого ханства решил обойти деревню стороной не заходя в село и в результате все равно кабардинцы достигли вершины горы Канжаль я кстати тоже недавно ходил на гору смотрите видео лысые на лысой горе после восхождения на гору вечером в кабардинском селе Зинькью собрались черкесские активисты возмущенные восхождением кабардинцев на гору они потребовали что балкарцы из Кенделя пропустили всадников которые спускаются с горы но не тут то было и началась битва кабардинцев с балкарцами начали фигачить и херачить друг друга камнями ясное дело что и кабардинцы и балканцы оповестили своих по всей республике и даже за ее пределами и кто и другой стороне пришла подмога из соседних сел к селу Зинькью начали сталкиваться войска и тех и других да вы не ослышались именно войска потому что на Кавказе в каждом ауле совершенно не важно кому он принадлежит у каждого есть по травмату и автомату Калашникова первая перестрелка случилась на посту ДПС в Баксане который находился на развилке трассы Кавказ в сторону скажу по русски деревни Зинькью стрелявших задержали но на месте но на их место пришли новые активисты они узнали что им было запрещено не то что стрелять а просто пройтись в райцентре Кендаль где находится гора и балкарцы им запретили но они все равно решили пройти по селу с криками адыги вперед из-за противостояния из-за этого самого села балкарцев никого в них не пускали и никого не выпускали в то время как в то время как мирные жители этих самых сел страдали от жажды и голода потому что не пускали туда ни фуры с водой ни фуры с пропитанием балкарские села в Кабардино-Балкаре находились трое суток под де-факто русской блокадой русский ОМОН решил действовать как фашисты под Ленинградом кабардинцы лихой народ решили прорывать позиции русского ОМОНа который прошел который прошу заметить встал на сторону сначала про турецкий который прошу заметить встал на сторону сначала про турецких настойных граждан России а потом просто начал бить дубинками и тех и других а потом в Нальчике стали происходить массовые задержания людей ОМОН без разбора просто ходил по улицам Нальчика и хватал всех кому не по пути давай так избивать и приговаривать за русский мир кстати ОМОН был из северной Осетии и теперь кабардинцы и балкарцы могут спросить с осетин и очень жестко по тюремным законам по понятиям Вот он, религиозный конфликт на ваших глазах, который вчера, ну на момент записи вчера, то есть в четверг. Вот так начинаются войны, а Кремль конфликт не то что не гаснет, а разжигает с новой силой, позволяя осетинскому ОМОНу фигачить как кабардинцев, так и балкарцев. И стрелять из боевого оружия по головам мирных жителей деревень. Ну, спасибо, хоть не в упор. Мы видим, что Кремль, несмотря на то, что он постоянно кричит о героях войны, запросто свою историю может и придать в угоду сиюминутных интересов, кого себя нет, Лиджепа, Таипа и Эрдогана, что было сделано в Ирлебе, по сути дела. Ведь кабардинцы воевали 310 лет назад на стороне русской империи, а им противостояли стороны, которые находились под турецким владычеством. Вот Кремль полез, ничего в этом не понимаю, в Сирию. Погибли много там русских людей по вине Турции, Израиля, США, самого Асуда. И что? Они понесли ответственность за убийство военных Российской Федерации? Нет. А тут поход на гору, пару балкарцев, которые кабардинцам заблокировали этот самый спуск горы. И тут российская власть. Давай скорее, мы нагоним третью силу из Осетии, чтобы давай фигачить по тем и другим. Но ведь что же это, кроме как разжигание, это же самое разжигание национальной вражды. И Кремль сам же ее разжигает, блокируя села. И неважно, были они за Россию или нет. Когда бьют русского, никто, кстати говоря, на подмогу ему не идет. Вот именно потому, что когда Кремль вмешивается в ту или иную драку, обычно херачат и тех, и других. А не выясняют, кто прав. Поэтому русских не любят во всем мире. Поэтому русских людей называют кацапами. Поэтому русских людей, евреи, рады обманывать. Потому что, если они вмешаются в конфликт, конфликт разгорается с новой силой. Таких примеров ведь масса, Осетия, Молдава, Украина, Чечня, Фиргана и т.д. В результате чего многие государства платят по 2 миллиарда США. Лишь бы на их территории был бы Форт Трампа. А не российские базы вооруженных сил Российской Федерации. Я бы даже сказал, Польшу бы и 3 миллиарда заплатят. Чтобы, например, их народ не фигачил друг друга камнями. Как это было сделано в Кабардино-Балкарии. Сначала вывод данной программы. Сначала надо забраться, что происходит у тебя в стране. А потом лезть в Сирию, в Украину и в другие государства. А иначе, если ты этого не сделаешь, то у тебя будут трупы. А все тебя будут называть хуйло, как все россияне называют хуйло Владимира Владимировича Путина. На этом новости закончены. Ну, еще у нас осталась рубрика личные новости. Ну, во-первых, если нечего говорить, я говорим о погоде. Да, погода уже осенняя. Плюс 15. Я тут был на еще одной горе. Фотки вы можете видеть в Инстаграме. Моя мать там переоформляла документы на землю. У нас же есть дача, и она переоформляла документы на землю. И ей сказали в краевой администрации, где расположена дача у нас, то, что якобы гараж, якобы гараж, это жилое помещение, при том, что у нас на участке находится и дом. То есть, гараж это жилое помещение, при том, что рядом на нашем участке стоит двухэтажный дом. Я бы не сказал, что коттедж, но двухэтажный дом. Вот такое вот беспределье творится в России. И такое вот беспределье Россия приносит в Сирию, что все друг друга бьют ракетами, дубачат дубинками, а никто про мир и не говорит. Хорошо, закончил нашу программу. Увидимся. Пока-пока. Пока.